Всем привет, дорогие друзья! Сегодня посетим заведение с незатейливым названием Азиаты. Сразу понятно, какая будет кухня. Чтобы сюда попасть, вам нужно с набережной реки Карповки повернуть на Аптековский проспект, пройти 200 метров до желтого здания, будет большая арка, вы в нее входите, идете до конца, до вот этой вот прекрасной трубы, и, собственно говоря, вот это заведение. Кстати, находится в технологическом сердце Санкт-Петербурга. В этом заведении я вообще не был. В этот раз я хочу полистать меню, то есть более вас ознакомить с ним и, соответственно, выбрать уже блюдо прямо на живую, а не заранее. Вот и все. Пошлите, посмотрим. Нас очень радушно приняла девушка, рассказала нам немного историю заведения, о том, что оно начинало свое существование как в контейнере, там подавали небольшие блюда и закуски, а сейчас оно разрослось до вот такого большого уже геологики заведения. Рассказала чуть-чуть про меню, то есть тут лапшу они делают сами, яичная лапша у них, она более разваренная, а пшеничная более альгентная, как она сказала. Из позиции тут есть, как называют позицию, рис. Представлены четыре вида поки, пип-бипамп и караги. Вог, тут просто различные, удон, паттай, black pepper, chicken spice, удон. Тут прям много позиций. По закускам бит огурцы, кимчи-капуста, димсам и супы, кстати, интересно. Димсам и с креветками, chicken corn, ну, точнее, наверное, ну, я примерно понимаю, что это такое, но лучше уточню. И крусящий баклажан, ну, как классика. Три вида супов всего. Кстати, здесь нет классического том-ярма. Очень прикольно, что вроде бы такое культовое блюдо, как уже везде в Азии оно присутствует, а тут кимчи-рамен, кокосовый суп с креветками и кокосовый суп с кальмаром. Ну, по напиткам тут капучино, различный кофе, черно-смородиновый чай, чайник чая и домашний лимонад. Уточню про домашний лимонад, возможно, его возьму. Игристое вино, сидор-пиво, ну, какое-то такое, и коктейли есть. Три вида и сет-шотов. Ну, то есть вот так вот. Такое, реально, азиатское бестро. Хм, ну, давайте подумаем. Наверное, как будто попробовать все-таки поки. И все-таки, наверное, с гребешком. Кстати, поки очень дорогое. Типа поки с цыпленком 410 рублей и острые поки с пунцом за 450. Ценник вообще есть, а порция еще будет прям довольно-таки большая. Это прям очень дешевый ценник. Ну, пока мы не можем ничего говорить, посмотрим на это. Но все-таки, наверное, на охоте с гребешком остановлюсь, потому что гребешок все-таки редко где употребляется, и охота его прям попробовать именно в России. Кстати, в России он ни разу, по-моему, не пробовал. В другой стороне пробовал. И заодно сравню, в принципе, я помню вкус. Ну, и звук, извините, конечно, Паттай. Я не могу от него отказаться. Я помню тот Паттай, который был в Таиланде. Это прекрасное блюдо, просто незабываемый вкус. Единственный Паттай, кстати, который мне попался очень вкусно, прям один в один. У меня даже был такой вот кадр, как из мульти-крататуры, когда он встал такой, и у него там типа флешбейки понеслись. У меня вот такие же были. Это, кстати, Паттай был в Москве из депо. Надеюсь, он тут будет такой же, а может быть даже вкусно. Закуски еще подумаю чуть-чуть, пока не знаю. И супы, ну, кинчи, рамен, это более как, все равно тоже классика, наверное, да? Вот, кокосовый суп, наверное, с кальмаром именно попробуем, потому что кальмары не везде вкусные. И если готовят вкусно кальмары, то это прям бомба. Вот, поэтому я думаю, с кальмарами, поки с гребешком и Паттай. И, возможно, еще какую-нибудь закуску. Кстати, еще на сегодня десертах надо спросить. По-моему, они у них есть, а может и нет. Но меню не представлено, по крайней мере. Вот. Если десертка не буду, то закуску. 100% берем. Вот. По напиткам уточню. Вот, в принципе, мы и определились. Девушка сказала, что у них есть домашний лимонад. Это их, собственно, производство из пюре-марафуэ, манго и немного лимонграсса. Мы взяли сразу литр, попробуем его. Из закусок нам девушка посоветовала взять позицию топ-1 у них. То есть это хрустящие баклажаны. Ну, как я мог от них отказаться, конечно же. Но, к сожалению, демсаны закончились, кстати. Поэтому мы ждем закуску в виде хрустящих баклажанов. В этот раз, кстати, как просиливаем в комментариях, оценить блюдо по пятибалльной шкале. То есть как будут располагаться оценки. То есть пять – это высшая оценка. То есть это если в блюдах прям такой вау-эффект создало. То есть завышенный критерий, можно так сказать. Четыре – это хорошее блюдо, такое стандартное, вкусное. Но в нем, например, нет какой-нибудь изюминки и что-нибудь не докрутилось в нем. Вот. Это будет четверочка. Три – это, ну, обычное блюдо, которое, ну, не вызывает никакого восторга. Ну, просто вкусно, аппетит, и все такое. Ну, двойка единицы. Я надеюсь, мы до этого никогда не дойдем. Но вы сами понимаете, что это плохие оценки. Вот. Вот принесли домашний лимонад. Напоминаю, он из маракуйя и цитрусового апельсина. То есть тут прям даже видно, как она мякоть это плавает. По запаху очень яркий, кстати. И мне кажется, кстати, тут честный литр. Потому что я разливу два бокала, и, в принципе, половина, и еще половина осталась. Это уже большой плюс, потому что заведение считает безо льда. Есть кислинка небольшая такая, но она добрая. Вот. То есть она термоядерная такая. Чуть-чуть газированный, он такой вот приятненький. Вот, сладенький. Он довольно насыщенный. Доминирует тут, конечно же, апельсин. То есть, прямо он выходит на первый план. И где-то уже на отголосках там встречается маракуйя. Кстати, он очень хорошо упадает жажду. Я очень сильно хотел пить. И, в принципе, отпил их совсем немного. И уже, в принципе, не так сильно и хочу. Классный лимонад. Блин, очень добротный. Давайте уже оценим. Добрая четверка. То есть никакого такого балл эффекта тут не было. Типа, что вот что-то прям необычное. Прям колоссально. Но это прям хороший, стабильный, четкий лимонад. Запахнет тоже. Да, кстати, запахнул очень сильно. В принципе, это вызывает аппетит. Хочется кушать. Скоро принесут еду. Вот и принесли хрустящие баклажаны. Кстати, подает палочки металлические. Да, кстати, для металлических палочек довольно легкие. Обычно они прям такие неприподъемные, тяжелые. Вот. Давайте попробуем эти прекрасные хрустящие баклажаны. Поближе принесут, но ее боюсь уронет. Довольно-таки горячие. Там тяжело есть. Вот. Что могу сказать. Сверху они прям очень-очень хрустящие такие. Зажарены. Внутри у них такое как пюре. То есть сейчас я взял другое, попробую. Может быть чуть-чуть по-другому будет выглядеть. Яркие, очень вкусные баклажаны. Ну, на самом деле, может быть, тут было место быть снять кожуру, потому что она немного берет у себя этот акцент вкуса. Притом еще, в принципе, маловато соуса. Не хватает как будто бы из этого. Давайте вот этот попробуем. Он прям более сочный. Вот. Вот другое дело. Прям надо хорошенько перемешать, чтобы соусы было на каждом. Вот соусом уже по-другому играет. И прикольно было, вкусно. Прям яркого такого жесткого хруста нет, кто любит прям похрустить. Но они все равно такие вот. Ну, подхрустывают, можно так сказать. Ну, прям какого-то вала в тесто я не получил. Ну, стабильно опять четверочка. Минусы. Убрал бы вот кожицу вот эту. Вот так, баллешко. Вот и принесли этот шедевральный поки. Тут прям всего очень много. Я уже это вижу. Он по весу, кстати, очень довольно увесистый. Хочу попробовать отдельно гребешочек. Вот он, кстати. Вот он. Очень вкусный. Такой сливочно-копченый вкус. Очень довольно нежный. Но имеет свою структуру. То есть, прям его приятно пожелать. Он в сочнике такой добротный. Блин, кто не пробовал гребешок, вот тут для первого раза его попробовать будет прям идеально. Чтобы вы поняли, вам нравится он или нет. Но, мне кажется, мало того, людей, кто будет к нему равнодушен. Тут он очень вкусный. Давайте я все это перемешаю, в принципе, и попробую все это вместе. Вот тут помидорка у нас. Много огурцов. Давайте как-нибудь цепанем это все вот. Не знаю даже, как лучше это сделать. В принципе, вот так вот, наверное. Войдем на огурец. Очень вкусно. Прям непередаваемое ощущение. Кстати, рис на самом дне. И, как я понял, он весь пропитался вот этим всем, что тут находится сверху. Наверное, надо все-таки до него дарыться. Как-то тут через все вот это. Очень вкусно. Все очень сбалансировано. Все очень дополняет друг друга. И именно, когда берешь все вместе, получается полноценно такое блюдо. Классное. Блин. Для меня, на самом деле, вот это вауфик. Потому что за такую огромную порцию кофе, в принципе, за то, что тут есть гребешок. Он очень вкусный, сливочный, такой копчененький. Это пятерочка. Прям 100% пятерочка. Вауфик был. Я советую. Это блюдо. Если вы сюда придете, прям вот рекомендую 100% его брать. Балдеж. Классно. Спасибо поварам. Ну вот, собственно, для чего я сюда и шел. Это баттай. Кстати, хочу отметить работу официантов. То, что девушка подошла и сказала, что рекомендуем сначала полить. Это по правилам. Дали такой вот сюда вот низочек положить. Походы. Вот. Ну, давайте сделаем это. Конечно, я помню кусочки лайма, которые давались именно в азиатских странах. Там давали кусочек в разы меньше. Вот. Но это не в угоду заведения. Это просто, я говорю, как было. Вот такой маленький кусочек. И он просто всю тарелку поливал. И там прям слилось с него. Я весь еще обливался. Лайм хороший, ароматный. Но я говорю, что типа он не поливается так, как в азиатских странах. Ну, это понятное дело. Такого не будет. Давайте пробовать этот. Я его перемешал хорошенько. Вот оно яйцо. Вот этот вкус. Очень похож соус. Прям на 90% чего-то. Как будто не хватает. Не могу появить пока чего. Это определенно очень вкусно хватает. Порция просто, ну, огромная. Вкусная, кстати, лапша. Это их, собственно, производство. Хочу отметить. Мне понравилось. Прям очень сильно. Вот. По соусу. Тут всего. Прям вот практически один на один. Я не понимаю, чего не хватает. Не хватает какого-то добавочного соуса. Этого 10%. Чтобы он был прям вот идентичный. Но просто, блин, тут у меня рука не поверняется. Даже 4 поставить. Потому что, ну, это пятерочка, в принципе. Потому что она заслуженная. То есть это... Вот тут я оценивал именно схожесть. На тот, который я ел. Да и, в принципе, они там тоже всегда разные. Иногда, кстати, со стеклянного лапши подавали. И когда ты ее не любитель, потом ты начинаешь ее любить. Просто благодаря Паттаве. Вот. Поэтому прям схожесть. Вот. Почти один в один. Поэтому заслуженная пятерочка это блюдо получает. И грибочки тут вкусные. И вот это вот яйцо, которое перемешивается. Тут нет. И сол. Креветки, кстати, очень классные. Прям свежие. Такие бодренькие. Такие плотненькие, вкусненькие прям. И, кстати, их довольно много тут. Лук зеленый тоже есть. Тут можно, кстати, было чуть-чуть лука побольше покрошить. Вот, эстетика украшения. И арахис тоже есть, который обязан был быть. Все, тут идеал. Берите эту блюду. Если вы хотите понять, что такое Азия, Паттай, настоящая, то вот оно почти один в один. Да так хочешь, без разницы. Можно серым этим сделать. Я просто не могу наесться. Он очень вкусный. Я сейчас путаюсь. А, да нет, нет, снимай, снимай. Ну вот, принесли кокосовый суп с кальмаром. Вот он довольно яркий, насыщенный. Такой прям красивый для картинки. Прям очень. Вот. Давайте попробуем сначала бульончик. Я уже думал, что он будет прям остренький, но остренька чувствуется уже в конце такая. Вот. А он прям сладенький такой, необычный. То есть, обычно, когда такой оранжевый-красный суп, ожидаешь такую кислинку, а это прям сладкий. Да, где у нас кальмарчик? Кальмарчик какой-нибудь. Да, вот они, наверное, кальмары. Вот они. Да. Давайте попробуем. Кальмар не резиновый. Он довольно вкусный, имеет свой такой привкус. Именно кальмаровый, вот. Он легко жует и, ну, прям хороший. То есть, ничего плохого у меня про него сказать. Хочу попробовать все вместе, в принципе, как полноценное блюдо уже. Не знаю, как я это сделаю. Вкусный, щедрый, пикантный, сформагантный вкус у этого супа. Ну, то есть, он хороший, добротный такой. Ну, какого-то балла эффекта я тут не ощутил. Вот тут, ну, стандарт, хороший стандарт. То есть, обидно, бёрдая четвёрочка этому блюду. Плохого нельзя ничего сказать. Прикольно, вкусно. Ну, вот, принесли счёт. 2,690, ну, грубо говоря, 2,700, вообще, грубо говоря, 3 тысячи. Четыре блюда плюс за литр лимонада. Очень приемлемы, прям, цены. То есть, при том, блюда все были хорошие, добрые, вкусные. И, прям, порции прям отменные, большие. В принципе, если вы сюда придёте вдвоём, то 3 тысячи вы спокойно уложитесь. Вот, без каких-то проблем. Классное заведение. И мой совет, приходите сюда и кушайте эту вкусную азиатскую еду. Вы не пожалеете. И ещё раз спасибо за просмотры. Все подписывайтесь на мой канал. Ну, и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока. Пока. Пока.